Каждое лето перед родителями встает вопрос, как организовать отдых своих детей. В селе Пенино Ленинградской области второй год действует молодежный лагерь. Накануне в нем побывали наши корреспонденты. Нынче в летних мероприятиях принимали участие порядка 20 ребят и девчат. Но если в прошлом году молодежь обитала в палаточном лагере, то сегодня для них выстроен благоустроенный корпус с туалетом и душем в каждом блоке. Строительство корпуса закончилось не так давно, потому и смена у нынешних отдыхающих получилась короткая. Первые два дня были холода здесь, было пасмурно. При этом еще на полигоне гремели гранаты, потом было жутковато. Ну а потом все пошло нормально. Все остальные пять дней была хорошая погода. И в итоге здесь еще каждый день были тренировки, в результате которых мы выучили еще несколько приемов. Ели, ходили купаться на озеро и сидели у костра, ужинали. Руководят этим небольшим детским населением клерики Покровской церкви и базовое благочение храмов при Санкт-Петербургских высших учебных заведениях. А побечительными выступают организации и частные благотворители. Что мы строим здесь, дорогие братья и сестры, на этом месте, в селе Пенино? Мы строим жертвенник Богу. Место, где мы можем непрестанно приносить Богу жертву хвалы под уст, жертву благодарения, жертву общительности, жертву послушания старшим, мы можем приносить здесь, если мы действительно приложим наши усилия и желания для того, чтобы построить здесь жертвенник. Настолько было приятно увидеть действительно плоды, потому что одно дело, когда мы там пишем, рассуждаем о том, как важно поддерживать взросающее поколение, что там важно их воспитывать в традициях вере. Ну вот это сидишь, слушаешь, а вот тут приезжаешь и действительно видно, какие тут дети, какие у них глаза, чем они занимаются летом. Вот, конечно, очень приятно, что удалось построить вот этот дом молодежи, что там действительно оборудовано все хорошо, что дети не живут больше в палатках. Программа занятий детского лагеря в Пенино в этом году была короткосрочной, но чрезвычайно насыщенной. У нас весьма насыщенный график. Два часа в день мы тренировались, то есть помимо зарядки утренней, мы изучали приемы самообороны, кое-что из рукопашного боя. У ребят они занимаются достаточно долго уже этим, у них была немножко другая программа. Также организовывали нашу творческую деятельность, то есть этим занималась, подготавливала именно старшая группа лагеря. Это очень, очень для меня важное место. Я здесь был еще в прошлом году, и вот этот лагерь помог верить в себя и в окружающих, и в мир, и что все будет хорошо. И здесь, мне кажется, вот в этих местах, в воскресной школе, мы приближаемся к истине. Мы учимся ее видеть, что очень помогает. Молодежная смена заканчивается, но строительные работы идут полным ходом. Это значит, что к следующему лету здесь в Пенино уже будет необходима инфраструктура для еще более плодотворного детского отдыха. И наши поздравления завтрашним именинникам. Ими будут те, кто носит имена Маргарита, Антон, Иван, Яков, Алексей, Дмитрий, Петр и Мария. С праздником вас! На этом наш выпуск завершен. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok